Всем привет! И если мной достаточно много сказано о настройке луков, о техниках стрельбы, то мной достаточно мало сказано о физической подготовке. И ни для кого не секрет то, что точная стрельба это в общем-то и физическая подготовка тоже, потому что 100 раз за тренировку растелую антилук 27 килограмм. Это достаточно трудоемкий процесс. И если вы не подготовлены правильно физически, то вы можете получить травму, боль в локтях, боль в спине и так далее и тому подобное. Именно поэтому я хочу с вами поделиться сетом упражнений, который я купил на таком очень крутом канале Арчери Стронг. Вы эти упражнения нигде так легко не найдете, они платные. И этот сет, он задуман именно функциональных упражнений, именно для лучников, для того, чтобы их подготовить максимально к правильной и точной стрельбе. Внимание, пожалуйста, только не надо путать общую оздоровительную физкультуру и фитнес с функциональными упражнениями для лучника, потому что это совершенно разные вещи, которые настроены на совершенно разный результат. Они компонованы в 5 дней и вы их можете перемешивать между собой. Также добавьте в неделю еще день стрельбы и день либо отдыха, либо день, если вы какую-то из дней пропустили в течение недели. Также, если вы не справляетесь физически и не можете каждый день делать такие тренировки, то делайте их через день, давайте организму восстановиться. Ну а если вы супер подготовленный атлет, то вы можете использовать эти упражнения как разминку перед стрельбой из лука. Согните руку под 90 градусов к телу, положите ее на табуретку и тянитесь плавно грудью к полу. И зафиксируйте позицию, когда вы почувствуете сильное натяжение на груди. Положите руку на край табуретки и медленно тянитесь грудью к полу. Старайтесь держать колени под тазом. Старайтесь сильно не прогибаться в спине. Зафиксируйте свое положение со средним натяжением в мышцах. При разведении рук сфокусируйтесь на работе лопатками и следите, чтобы ваши плечи не поднимались. Спину держите максимально ровно. Прижмитесь к стене тазом и лопатками, опустите плечи. Руки согнуть под 90 градусов и удерживайте резинку под натяжением. Локти прижаты к себе. Движение руки может быть по абсолютно любой траектории. Например, круги. Тело держать ровно, таз не крутить, плечи должны быть опущены. Следите за качеством исполнения, а не за весом. Упражнение следует выполнять медленно. Плечи опущены. Рука в начальном положении 90 градусов к телу. Во время повторений локоть не касается пола. Используйте большой палец руки как прицел. Для удержания максимально стабильной позиции. Плечи опущены. Встаньте в позицию и максимально долго удерживайте вес. Выбирайте длину резинки так, чтобы вы ее в натянутом положении могли удерживать не менее 30 секунд. Первую часть движения делаем только лопаткой. Локоть не сгибаем. Плечи должны быть опущены. Первую часть движения делаем спиной и подтягиваем руку к поясу. Плечи опущены. Фокусируйтесь на отработке упражнения именно спиной. Можно также делать с резинкой. Подтягивайте руку к поясу и удерживайте ее 10 секунд. Как опору используйте угол кровати, либо дивана. Также можно использовать резинку. Плечи опущены. Первую часть движения делаем спиной и подтягиваем руку к поясу. Ноги широко расставлены. Плечи опущены. Фокусируйтесь на отработке упражнения именно спиной. Можно также делать с резинкой. Медленно поднимайте руки, как показано на видео. При выполнении упражнения дайте максимальную нагрузку на спину, минимально задействовав руки. Не прогибайтесь в спине и не поднимайте плечи. Старайтесь делать без раскачки. Медленно выполняйте круги, сфокусировавшись на положении тела и плеч. Плечи опущены. В спине не прогибайтесь, стойте максимально ровно. Старайтесь делать без раскачки. Сядьте ровно. Движения рук не должны останавливаться на протяжении всего упражнения. Руки идут в противоход друг к другу. Плечи всегда опущены. Старайтесь максимально загрузить спину. Движения выполнять полностью от начала и до конца, без полуфаз. Старайтесь не сгибать локти. Двигайте только лопатки друг к другу, как бы пытаясь зажать карандаш между ними. Не прогибайтесь в спине и не поднимайте плечи. При разведении рук попытаться максимально сжать лопатки, как бы удержать лопатками карандаш. Спину держать ровно, плечи опущены. Тело держать максимально ровно, плечи опущены. Старайтесь делать без раскачки. Ноги разведены широко. Натяжение резинки надо выбрать такое, чтобы вы могли выполнять упражнение в течение 30 секунд. Плечи опущены, спину держим максимально ровно. Вначале держим руки ладонями вниз и совершаем небольшие круговые движения руками. Потом направляем ладони вперед и также совершаем небольшие круговые движения. Плечи опущены, спину держим максимально ровно. Встаньте в позицию и максимально долго удерживайте вес. Выбирайте длину резинки так, чтобы вы ее в натянутом положении могли удерживать не менее 30 секунд. Примерно так выглядит совершенно простой совет упражнений, который не займет у вас много времени. И помните, лучший результат это сделать все упражнения качественными, чем сделать два из них, но с совершенно неподъемным весом. Все, делитесь этим видео в соцсетях, потому что оно действительно полезно для каждого лучника. И это будет лучшая благодарность мне за мое потраченное время. Всех обнял, ушел!